всем привет сегодня с вами виллисов иван и сегодня вторая серия восстановления моего автомобиля второй раз уже будем вытягивать лонжероны прошлую серию я закончил на том что левый лонжерон я вытянул и начал вытягивать правый но у меня нихрена не получилось а не получилось у меня все это потому что костоправ который делал эту машину до меня еще больше рукожоп чем я сам значит что он сделал в общем то удар был нанесен по машине с левой стороны так вот костоправ поскольку не разбирал машину он не откручивал вот эту вот трубу он не убирал телевизор он пытался выровнять машину сам и я сначала долго думал откуда у меня вот в этом вот месте такая свежая вмятина есть я сюда вот ничего часто давил откуда-то вмятина а он сюда оказывается толкал но так как у меня здесь двигатель была в общем-то прикручена вот это вот пластина здесь вот так вот лежала и двигатель обломанной опоры здесь сейчас уже стоит целое двигатель обломанной опорой висел на общем-то на этой пластине лонжерон чисто физически не мог дальше двигателя уйти костоправ его пыталась утолкать и значит все чего он добился так это всего лишь навсего того что согнул лонжерон посередине вообще лонжерон отклонился у основания то есть вот он как идет и он где-то там в глубине отклонился от удара а он его согнул где-то вот примерно вот в этом вот месте в месте крепления подушки и загнул его в левую сторону и значит я в общем-то вчера начал натягивать ну то есть это вот было в прошлой серии и дотянул здесь у меня двигатель достал а вот здесь начал мерить между лонжеронами расстояние но должно быть 106 она стала 104 то есть и после того как я пригляделся я увидел что этот лонжерон его край вот так загнут сюда вовнутрь то есть получается если я привязываю двигатель вытягиваю так чтобы можно было двигатель привязать я потом морду не поставлю на место на сюда просто не влезет значит я сделал вот что я надеюсь вы уже здесь все увидели и все поняли я привязал цепью этот край лонжерона и домкратом надавил в середину его лонжерона то есть вот с обратной стороны где подушка крепится вот с обратной стороны я надавил сейчас здесь в общем то мы ничего не видим то есть здесь вот у нас расстояние вот такое вот все еще большое то есть казалось бы ничего не выгибается но если померить расстояние между лонжеронами то мы увидим что у нас здесь аж 109 не натянутом состоянии здесь было 107 так вот в общем то это говорит нам о том что у нас сейчас в общем то лонжерон выгибается так как он должен быть в комментариях на ютубе все мне пишут простучи складки простучи складки сколько не вытягиваясь если не простучишь складки ничего толком не выйдет долго все это будет выпрямляться либо не выправиться вообще так вот я бы рад складки простучать но я вот сейчас у меня явно видно что лонжерон загнут в общем то в эту сторону был я в общем то все пересмотрел здесь все перещупал все что только можно но нету складок нету жуков они даже пальцами не чувствуется ровная абсолютно поверхность я бы рад их простучать все эти складки но я их не вижу я их не могу найти вот это вот причина вот поэтому я просто тяну но кстати вот тот лонжерон я тоже там на нем на лонжероне там если искать это надо тут и моторный щит убирать вот это вот все здесь короче я не знаю тут надо двигатель снимать все это чтобы там складки какие-то найти или хотя бы для этого нужно как минимум смотровая яма который у меня нет и в общем то вот этот лонжерон выправился без всяких там выступивание простукивание в принципе здесь это все сейчас выглядит вот так вот страшно здесь была вот эта вот кромка она была заправлена туда у тебя здесь под крылом не видно крыло так просто накинуто вот на один саморез в общем то тут было так все страшно завернуты то есть вот с этой стороны скос такой то есть вот видно такой скос примерно где-то ну наверное если не 45 но где-то наверное градусов 60 а вот с этой стороны если вот на этот скос смотреть вот он сейчас вот более-менее нормальный стал как бы похожий на то что с той стороны а до этого он был здесь вообще 90 градусов вот так ответственная стена и все я думал почему так начал смотреть а у меня вот здесь вот где сшивается в общем то вот это вот часть и вот это вот часть она уходит туда вот так она уходит туда и они вот здесь вот две пластины свариваются не были завернуты аж туда вовнутрь в общем тут под крылом не видно сейчас я там тоже все расшил все это выгнал обратно и надо в общем то будет все это наверное там наложить даже какую-то пластину поверх зашить и замазать антикором чтоб все это было не видно естественно побыстрее продать эту машину шучу конечно и в общем вот прошло уже целые сутки уже прошли тут немножко все затянулось у меня потому что был я не дома вот так вот сейчас это здесь все выглядит цепь я уже отпустил в общем лонжерон у меня выпрямился причем без простукивания там всяких складок там всего остального лонжерон выпрямился и я сейчас уже просто то есть натянул чтобы согнуть его у основания так как он согнулся во время удара чтобы выгнуть его обратно так в общем вот что мы здесь видим когда у меня лонжерон был вот так согнутый у меня двигатель вешался морда не влазила то есть здесь уже расстояние меньше 106 было и сейчас если я найду рулетку и сейчас у нас здесь 106 то есть четко до 106 видно 106 теперь берем нашу подушку я сюда прикрутил новый кронштейн берем нашу подушку заправляем ее вот так туда и ставим здесь впритык все четко по креплением и с обратной стороны там если смотреть это сейчас неудобно мне все одной рукой будет показывать в общем если с обратной стороны смотреть вот по отверстиям куда подушка вкручивается там отверстие все четко совпадает то есть вот сейчас вообще все прям идеально встает вот в общем я сейчас тут додавил до этого положения но этого немножко мало на самом деле нужно сейчас будет передавить сильнее то есть надавить еще сантиметра на 2 чтобы потом когда я отпущу она вернется и встанет примерно в свое положение я тут немножко подравнивал капот вчера в общем по этой стороне тут крылышко придавится будет четко и капот сейчас опустим посмотрим в общем вот все идеально и зазор но зазор в принципе такой для десятки нормальный и той стороны я сейчас надавил и в общем то здесь уже вот сейчас но в принципе здесь откручено крыло здесь это все прикрутится когда это будет сейчас это все вот так вот в общем здесь когда прикрутится в принципе должно быть ровно должно получиться но я сейчас еще надавлю потому что этого сейчас то что надавлю на этого маловато и по капоту ну капот здесь тоже в принципе сейчас как я когда я передавлю он должен выпрямиться если посмотреть сейчас по уровню капота вот капот сейчас стоит вообще я считаю что идеально в общем вот пока вот так 105 наверное еще полу сантиметрика придавить я думаю что будет нормально ну вот 104 с половиной все теперь пусть постоит подождем и посмотрим что получится и так пока выпрямляется лонжерон наверное я выправлю жабо потому что его от удара куда-то завернула вот я имею ввиду вот этого пластмасса вроде бы ее жабо называют в общем куда-то тут что-то завернуло все крепление и и здесь вот такой вот зазор получился страшный с той стороны зазор еще более страшный но он по крайней мере был такой вот здесь палец сейчас посмотрим с той стороны с этой стороны ну грубо говоря тоже палец но здесь вот когда капот криво стоял когда лонжероны были кривые здесь у два пальца влазила спокойно сейчас по крайней мере хотя бы зазоры стали одинаковые сейчас капот подниму вот кстати вот подтек должно быть видно то что тут кастоправы накрасили хорошие кастоправы маляры хорошие стекло грязное видно конечно плохо я сейчас сижу в салоне в общем ну вот грубо говоря вот так вот я вижу капот вот чуть-чуть вот здесь вот уголок капота видно больше его не вижу а то он прям выше дворника вот так вот капот торчал этот лонжерон левый был задран вверх сейчас я сюда на пассажирское сидение если у меня конечно дверь откроется и посмотрим с пассажирского сиденье будет ли мне с пассажирского видно капот с пассажирского капот видно не было и дверь у нас не открывается потому что лонжерон натянутый стоит видать перекосила машинку открылась 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 и ну и вот собственно вот тут я вижу вот так ну в пилот тоже точно также краешек видно точно также ровно как и с той стороны все то есть капот стала ровненько так что так что наверное машинка выпрямляется я думаю что даже до конца этой недели я уже с ней разберусь день следующий в общем здесь я уже все убрал все это здесь все эти растяжки там распорку убрал как видите тут все повесил вот эту вот трубу прикрутил с той стороны там еще притянуть осталось и в принципе ну как бы вроде собралось все морду не прикидывал еще одну ее в любом случае надо выправлять она сейчас подходить не будет потому что ее там достоправы тоже пытались по кривым лонжероном как-то там выправить все равно у них ничего не получилось все было криво в общем вроде все собирается вот это вот труба у меня сейчас не хотела вставать в общем я ее прикручиваю здесь два отверстия здесь одно прикручиваю второе отверстие не совпадает я уже блин думаю наверное что-то я с лонжеронами тут не то накривил не то нагнул а потом вспомнил что когда тачка была кривая у меня здесь все вообще открутилась легко и без натяга то есть ну следует сделать вывод что труба в общем-то это было не сама труба вот эти вот кронштейны крепления были кривые и вот в этом вот месте был сильный изгиб в принципе его сейчас немного видно даже еще осталось в общем помогла газовая горелка которую я недавно приобрел нагрел вот здесь вот складку постучал кувалдой все выпрямилось все встало все по отверстиям совпадает вот здесь в общем тоже в принципе тут все выровнялось лонжерон выгнулся правильно и теперь можно посмотреть эта подушка прикручена эта подушка прикручена эта серьга стоит ровно идеально и теперь надо еще что-то решить с этой вот серьгой с этой вот которая к траверсе прикручивается она вот такая вот кривая конечно проще купить новую но я сейчас эту попробую нагреть выровнять но если не получится придется новую купить но попробовать стоит выровнять ну вот вроде пока все сейчас наверное буду ровнять телевизор хотя тоже проще было бы купить новый и то и и и и и и Продолжение следует...